И представьте такое, что вы уже готовы к побегу, вам остается сломать только одну стенку, и она не ломается, она просто тупо не ломается. Хей, всем привет, друзья, меня зовут Дима, и добро пожаловать в игрушку под названием The Escapist. Надеюсь, сегодня карта у нас будет лайтовенькая, не будет никаких бунтов, не будет сложных побегов. Надеюсь, мы просто возьмем какие-нибудь кусачки, возьмем пластиковые вилочки и сбежим отсюда. Это, конечно, все мои фантазии, кстати, мы уже давным-давно не сбегали с помощью подкопа. Подкоп это, конечно, очень круто, это мой любимый способ побега. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, какой способ побега предпочитаете вы. Я уже сказал, что люблю подкоп, но дело в том, что подкоп это сильно долго. И еще мне потребуется просто куча дерева на подпорке и куча металла, опачки, это же тайник заключенного. И из этих штук я могу просто получить какие-то топовые предметы, и давайте же откроем, и это лом, отлично, и веревка. Из этих сундуков есть шанс получить легкую кирку или легкую лопату, или даже какой-то ключик. Но будем считать, что нам повезло, и лому я тоже рад. А тем временем у нас период работы, и работаем мы сразу же на кухне. Автор этой карты нас немножко балует, вам не кажется? Он мне дал целых два подарочка, два тайника заключенных, и еще мы работаем сразу же на кухне. Если кто не знает, то работа кухни это одна из самых лучших работ за эскеписи. Вообще она моя самая любимая, потому что я смогу не только получать хорошие деньги, где-то баксов 50, а еще я смогу с помощью этой еды дружиться с моими зэками. То есть одна готовая еда нам дает целых 10 уважения, и мы прям моментально сможем подружиться почти со всей тюрьмой. У меня складывается такое впечатление, что это карта для новичков. У нас, во-первых, просто так на улице валяются стандучки заключенных. Во-вторых, мы работаем на классной работе. Ну и в-третьих, у нас есть зэки, которые прям с самого начала игры меня уважают. Например, лялька меня уважает на 93 единички. С ним мы больше дружиться не будем, а подарим эту еду кому-нибудь другому. Да тут еще для побега мне потребуется сломать стенку и один заборчик, и все. И вы не представляете, как сильно я рад этому. Потому что прошлая карта непроходимая, на стриме у меня тоже были какие-то баги, и до этого у нас было целых 3 сложных карты. Для побега с одной карты мне потребовалось 8 предметов, а для побега с других карт мне потребовался бунт. И вот, наконец, лайтовенькая карта для начинающих игроков The Escapist. Я, конечно, удивился, когда в самом начале мы нашли целых 2 стандучка заключенных. Но посмотрите, что творится здесь. Тут этих стандучков, по-моему, штучек 4. Или даже больше. И давайте устроим небольшое открытие кейсов The Escapist. И с первого кейса мне выпадает пластиковый технический ключик. Идем дальше. И это отвертка, фиолетовый ключик, золотой ключик и один файл. Это просто какой-то подарок. Целых 3 ключа просто так. Мне кажется, с этой карты у нас получится сбежать даже прямо сейчас. Я, конечно, очень сильно рискую. Это очень глупо. И если сейчас мы где-нибудь найдем пластиковые ножи, а тут ножей у нас почему-то нету, и облом. Я надеялся на то, что мы прямо сейчас можем выбежать отсюда и сломать наш заборчик. Но, к сожалению, у меня есть только один файл. А этого файла будет недостаточно для того, чтобы сломать этот заборчик. Так что, как минимум, для побега мне придется скрафтить кусачки. А для этого мне придется найти еще один файл. И, конечно же, клейкую ленту. Или же можно сбежать немножко по-другому. Ну, я даже стесняюсь это делать. Можно скрафтить себе хлипкую лопату. Можно взять наш совочек и пойти и сделать маленький подкоп. Это будет очень нагло, но это может сработать. Так что, была не была, крафтим лопату. Моментально крафчу себе самодельную рукоятку. И теперь мне остается найти один металл и один скотч. Получаем свое вознаграждение. И у меня на руках 80 баксов. Опачки, а тут у нас небольшая недоработка. Тут надо было поставить дверь с золотым ключом или просто обычную дверь. Но он поставил фиолетую дверь. А фиолетовая дверь открывается только после завтрака. Но эта тюрьма у нас легкая. И поэтому я получил всего лишь 33% подозреваемости. Раз сейчас у меня свободное время, дел у меня никаких нету. Значит я сейчас пойду, соберу свою банду. Например, возьму ляльку и цезаря. И мне придется напасть на офицера. Нападем на офицера 24 на 7. Да. Все дело в том, что мне потребуется его форма. Да, все просто ради формы. Крафтить ее я не хочу, а покупать тем более. Начнем обыскивать столики закрепченных. И сразу же я нахожу еще один файл. Ну правда он мне совсем не нужен. Мне потребуется либо скотч, либо металл. Есть. На этой карте мне везет. И один примет я уже нашел. Остается найти только скотч. Ну а скотч я думаю мы сможем легко найти. И еще один лист металла. Еще один файл. И немного древесины. И сейчас будет очень классно, если у продавца будет одна клейкая лента. И пусто. К сожалению, для побега мне придется найти всего лишь одну клейкую ленту. И пока я этот скотч не найду, я с этой карты и не сбегу. Кстати, тут избили цезаря. И возможно у них есть клейкая лента. Ну-ка. Пусто. И тоже пусто. Возможно опять продавцы поменялись. И вертуха. И господи, что же ты будешь делать? Где я достану эту клейкую ленту? И тут два продавца и, эх, есть металл, нет клейкой ленты. Капец просто. До отбоя продавцы, конечно, еще поменяются и не раз. Так что надеюсь мне повезет и я все-таки смогу скрафтить эту лопату. Время летит уже 10-й час, но пока что у меня нет никаких новостей. И подождите, там же технические ключи, которые у меня есть. И давайте попробуем открыть эти кейсы и возможно мне отсюда выпадет лопата. Так, так. Эх, хлипкая кирка. Господи, у меня был такой идеальный план. И почему же он провалился, черт возьми. Хотя, возможно, и не провалился. Давайте сначала сгоняем на перекличку. У батя пока что скотча я не вижу. Ну и вторым продавцом здесь даже и не пахнет. Блин, ребят, кажется, побег отменяется. И сбегать мы сегодня не будем. У меня есть один коварный план. И сбежим мы именно сегодня. Для этого мне потребуется моя хлипкая кирка. Еще и лом возьму с собой. Отвертку я оставлю здесь. Возьму два файла. И про еду я тоже не забуду. Или же можно просто не заморачиваться. Лом и кирку мы оставим здесь. Возьмем с собой просто пластиковый фиолетовый ключик. Для побега мне больше никакие вещи не потребуются. И все, ребят, мы просто берем. Выходим из своей камеры. Офицеры не палят нас. Обходим просто первую стенку с помощью нашего фиолетового ключа. Отходим подальше. И просто с помощью моего файла начинаем ломать эту решетку. Надеюсь, здесь только одна решетка. Да, у нас здесь только одна решетка. Дальше ничего нету. Что, простите? Не показалось или тут заборчики не ломаются? Сто процентов. Это было очень странно. Мне даже стало немножко страшно. Потому что этот заборчик просто тупо не ломался. Я бил именно этот заборчик. Ударил парочку раз. Раза два. И у него все равно сто процентов прочность. И это у нас побег. Это, конечно, легкая тюрьма. Она для начинающих игроков. Но мне сейчас стало реально немножко страшно. Почему там не ломался заборчик? У меня на секунду проскочила такая мысль. То, что просто The Escapes не хотел отпускать мне с этой карты. И представьте такое, то, что вы уже готовы к побегу. Вам остается ломать только одну стенку. И она не ломается. Она просто тупо не ломается. И вам придется остаться в этой тюрьме и начать все заново. Вот за эти подаренные эмоции карте огромное спасибо. Также спасибо создателю этой карты. В описании вы найдете ссылку на эту карту. А еще найдете ссылку на мою группу ВКонтакте. На этом я с вами прощаюсь. Всем удачи. Ребята, не забывайте писать ники заключенных в комментариях. С вами был Дима. Удачи вам. И до новых встреч на новых картах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова